Добрый день, друзья! С вами Станислав Орехов. Сегодня наша любимая рубрика. Мы разбираем планировки. Сегодня у нас планировка с сопроводительным письмом, на которое мы сейчас посмотрим и внимательно обсудим ее. Итак, что пишут нам уважаемые клиенты? Станислав, всей семьей следим за вашим каналом. Спасибо большое. Нам нравятся ваши работы. Спасибо. Высылаем планировку квартиры в 202 квадратных метров. Так как застройщик сделал квартиру, в которой больше половины площади потрачено в пустую, хотим обратиться к вам за консультацией. На наше мнение вы еще никогда не сталкивались с таким сложным исходным материалом. Вам будет интересно попытаться оптимизировать пространство. Плюс ко всему, это будет первое видео на YouTube с такой сложной планировкой. Своим видео вы сможете расширить проблемы, решить тысячи людей. Ну, во-первых, что могу сказать, что вряд ли у тысячи людей именно такие проблемы, которые здесь озвучены. То есть, если это какой-то эксклюзив по работе, то как раз-таки это вы с Кейсью с ней сталкиваетесь. Это первый момент. Мало кто, я думаю, покупает такие квартиры. Ну, может быть, тысячи людей. Ну, не знаю. То есть, я такое действительно первый раз вижу. И я думаю, что вот уже многие видят примерно такое первый раз. Это первое. Второе. То, что я сейчас буду давать, это нельзя воспринимать как полноценную консультацию. Это то, что вот я вижу первый раз сейчас вот вместе с вами. И суть моей работы сейчас на данный момент – это не консультация вас, а вот просто я могу назвать какие-то основные вещи, на что стоит обратить внимание. Если вы хотите полноценный разбор, то вам нужно заказать эту услугу. Это отдельная история платная. Я сейчас проконсультирую. Как-то, да, если нужно будет дополнение, то пишите. И я думаю, что мы сможем вам, у вас хватит, я думаю, денег нормально, чтобы заказать разбор этой планировки. И как-то сделать вам планировку, чтобы у вас уже было все хорошо. Ну, хорошо. Давайте начинать. Посмотрим, что да как. В целом, может быть, интересно. Так, давайте. Заходим. Входим мы в нашу основную зону. Пока здесь все хорошо. Хорошо. Для начала, да, здесь у нас биде, унитаз и раковина. В целом, заходим. Вообще, лучше открывать внутрь, да, если есть такая возможность, ну, такая возможность в целом есть. Да, нужно сдвинуть, подвинуть немножечко дверь, и будет все нормально. Дальше мы смотрим не на унитаз, а на раковину. Это хорошо. Здесь можно сделать какое-то дополнительное будет зеркало, да, либо что-то. В принципе, все нормально. Лучше всего не делать унитаз, ну, понятно, что это какая-то базовая версия застройки, но лучше всего не делать унитазы с такими крышечками, да, лучше всего их делать подвесными. И, соответственно, ну, здесь как бы закрыть эту историю, ну, отдельные такой конструкции, да, куда будет встроен именно слив. То есть, это хорошо. Ну, может быть, с дверью туда-сюда немножко поиграть. В целом, как бы, да, окей. Дальше, что у нас должно быть в самом начале? Мы заходим, когда в зону основную, у нас, естественно, должен быть гардероб, да, лучше показывать, чтобы он должен быть здесь 600, это хорошо. Хорошо. И обязательно должен быть какое-то место, куда можно присесть, потому что есть там дети, есть пожилые люди. Ну, в целом, вообще присесть, там штуфки завязать или что-то, ну, необходимо какая-то такая базовая пуфик или что-то, да, то есть она должна быть где-нибудь. И место под это должно быть предусмотрено. Второе, что нужно сделать в коридоре, это обязательно какое-то ростовое зеркало, да, ну, это имеет место быть, например, да, если здесь у вас зеркальные какие-то двери, там, как шкаф-купе, это как бы окей. Вот, еще неплохо, если место позволяет сделать, ну, какую-то такую общую зону, да, красивую, которая, ты заходишь и оно приковывает внимание. Здесь в данном случае мы заходим и что мы видим? Мы видим, я так понимаю, вот это остекление такое большое, интересное, и мы смотрим-смотрим вдаль и видим кусочек, получается, стола, колонну и, может быть, там кусочек дивана. И дальше где-то вдалеке окно, за окном какое-то пространство. Ну, в целом, да, прикольно, интересно, здорово, то есть само по себе акцентное здесь внимание есть. Дальше вот это, что такое, это непонятно, скорее всего, это какое-то гардеробное, либо, может быть, это постирочная зона, может быть, кладовка, то есть лучше тут показать, что имеется в виду, ну, иначе получается оно как бы без какого-то, получается, функции, да, вот эта зона. Я не понимаю, что тут находится, поэтому прокомментировать тоже не могу. Идем дальше, давайте посмотрим вообще, как разделено здесь, то есть есть одна здесь зона достаточно такая интересная, это центральная зона с панорамным абсолютно остеклением, прикольная, здорово, классно, вот она здесь находится. И здесь кухня, здесь барный стол, остров, да, и стол основной, плюс какая-то зона для гостевой. Ну, все классно, в общем-то, да, неплохо. Также дополнительно здесь две колонны, кстати, интересно, почему они разные по диаметру, ну, то есть невооруженным глазом видно, что вот это вот больше, это меньше, либо это ошибка с, ну, уже как бы интерпретацией, да, вот этого, либо так заложена конструкция, то есть интересно, да, что они разные. Вот, это такой, как бы, эффект получается, наверное, тоже интересный, своеобразный, да, это тоже нужно обыгрывать, потому что, ну, может быть, здесь, как бы, тоже показаться, да, что разные какие-то элементы, и между ними там стол находится, в общем, здесь можно какую-то либо линию провести, либо наоборот какое-то смещение задать, может быть, стол, кстати, тоже с каким-то смещением делать, может быть, стол, если такая форма интересна, может быть, какой-то вот такой тоже делать, ну, не обязательно стол, это может быть либо стойка барная, либо еще что-то, то есть не обязательно все делать такое квадратное. Также, кстати, если диван мы делаем, мы можем диван тоже, в принципе, делать, какой-то на заказ, более какие-то интересные формы, да, то есть какие-то более интересные элементы. Здесь все это дело позволяет, если здесь панорамное остекление, я бы здесь работал именно с необычной, может быть, формой стола, может быть, он должен быть круглый, либо овальный, и точно так же можно барную стойку сделать какую-то, ну, например, совершенно какую-то необычную. То есть, да, понятно, что это как бы осложнит немножко историю там со встроенной техникой, но встроенную технику можно встраивать как бы стандартно, а сама стойка может немножко быть такая радиусная, опять же, либо в эту сторону, либо наоборот в эту сторону, чтобы сидеть, смотреть на панораму. То есть это, когда идут неровные такие конструкции, то есть всегда это выгодно делать, и здесь, то есть в целом функционально здесь размещено все окей, кухня, стол и зона, то есть как функциональная зона, да, но, наверное, их имеет смысл сделать более интересные, да, более какие-то переходящие там из одной зоны в другой, здесь вот само просится, как у нас вот была квартира Аллы Паруса, там вот был такой какой-то эффект, который у нас переходит, вот такой вот идет линия-линия, да, змея условная, да, и она вот попадает из коридора, проходишь этой рекой, этой змеей куда-то, здесь точно так же можно сделать, то есть если мы, не обязательно такой же потолок делать, но идея может быть примерно такая же, что ты заходишь, и у тебя как бы вот эта вот переходящая какая-то волна, да, на нее мы насаживаем какие-то идеи с, например, столом там, да, может быть здесь тоже какая-то неровная, может быть ровная, кстати, то есть может быть ровная со стульями, да, может быть, кстати, здесь одно и что-то приставочка, может быть здесь какое-то дерево посадить, может быть катки, то есть нужно какую-то идею, да, то есть Если любят те цветы, кусты, можно здесь зимний сад сделать, можно какие-то малианы. Что-то такое придумать интересно, чтобы была какая-то общая идея. Я уже нарисовал, опять же, я даже не знаю, ни пожеланий, ни стили, ничего. Я стараюсь каким-то образом на эту формулу насадить какую-то конструкцию. Эту идею надо придумать, надо придумать ее на стадии еще планировки, чтобы в дальнейшем можно было реализовать уже это в плане дизайна. Я когда бы придумывал планировку, какую-то идею бы хорошую, интересную взял, не во вред функционала, но красота тоже должна быть, потому что красота – это очень важная вещь. Если просто функционально квадратно сделать, во-первых, здесь не получится, во-вторых, если так уж сложилось, что такая зона интересная, то нужно с ней как-то работать и работать именно формами. Что можно сделать? Можно посмотреть квартиру Вайлова Паруса, если не видели, там у нас примерно такое представлено. Хорошо, идем дальше. С этим я сказал, какие-то решения конкретно давать не буду, но в целом можете обратить на это внимание. Давайте по функциям посмотрим, какие тут у нас еще. Зоны имеются. Насколько я понимаю, вот зона номер один, зона номер два. Да, кстати, квартира очень большая, 200 метров, в принципе, все классно, все хорошо. И две такие приватные зоны. Давайте посмотрим. Опять же, я не знаю, кто здесь будет жить, какая здесь цель, задача. Я вижу то, что вижу. Здесь кровать, скорее всего, тут должен быть какой-то телевизор, может быть, какой-то тумбочка. Здесь, кстати, проход тогда будет маленький, тогда уже без тумбочки просто телевизор. Здесь место вполне позволяет, чтобы шкаф поставить, ну, какой-то, да, потому что шкаф нужен. Хотя, да, здесь, наверное, он не нужен, потому что здесь есть отдельный гардероб. Да, тогда можно шкаф и не делать. Ну, тогда вопрос, что здесь будет, ну, может быть, и ничего. Хорошо, в целом, может быть. Дальше стульчик стоит. Стульчик стоит как-то одиноко, да, если это остекление какое-то, скорее всего, здесь лучше какая-то, наверное, кушетка, лежанка, может быть, даже двойная, да, может быть, какой-то тоже столик интересный, чтобы можно было присесть. То есть, на самом деле, вот эта вот зона, если мы берем, она располагает к такому как бы неформальному общению, да, то есть, какой-то такой вот более расслабленной обстановке, то есть, можно взять бокальчик вина, там, посмотреть, ну, или там, сок, не знаю, кто что любит, посмотреть, посидеть перед сном, да, вот туда. То есть, я бы вот эту вот зону каким-то образом тоже бы отделил, там, визуально, не визуально, чем-то, да, и, наверное, не одинокое кресло, смотрящее на кровать, да, а скорее имеет смысл тут смотреть на каких-то лежачках либо каких-то полу-лежачих креслах, почему-то, мне так кажется, уже туда дальше. Так, дальше имеется здесь ванная комната. Ну, кстати, если, я не знаю, тут можно или нельзя, то есть, если любите, не любите, возможно, здесь рассмотреть какую-то сауну. То есть, вообще, очень было бы круто, если бы была здесь сауна, например, опять же, если нужно, то есть, заходишь сюда, да, например, здесь какая-то печка стоит там электрическая, да, и ты находишься в сауне, и у тебя там красивый какой-то вид. Тоже было бы прикольно. Ну, вот, возможно, да, это то, что какая-то идея возникла. Здесь ванна хорошо, да, она стоит, как бы, окей, может быть, даже, кстати, ее по центру поставить, потому что тут непонятно чего. И здесь тогда бы как я сделал? Здесь бы я бы тогда все-таки, наверное, ванну где-то по центру бы сделал. И здесь можно сделать какие-то цветы, кусты, камни накидать, да, то есть, такая какая-то бесформенная история. И тоже должно быть что-то интересное. То есть, тут такое остекление и вообще все такое прям, ну, прикольно интересное, что обязательно должны быть какие-то, ну, не знаю, более какие-то плавные какие-то формы где-то. Я бы обязательно их добавил, потому что уже есть награждение интересное, да, в виде стекла и все остальное тоже, чтобы оно не было такое квадратненькое, да, оно тоже должно быть каким-то более, там, изящным способом сделано. Так, здесь такой же совет, рекомендация, что нужно подвешивать именно унитазы. Ну, здесь раковина окей, да, можно, ну, в принципе, можно, да, оставить, то есть, не критично. Гардероб хорошо, ну, в общем-то, да, нормальная комната, нормальная зона такая желая. Дальше заходим внутрь, здесь гардероб тоже хорошо, ну, вот, в общем-то, здесь тоже какое-то место, наверное, под, ну, не гардероб, по, может быть, там, ботинке, да, то есть, обувь, что-то такое небольшое, тоже лучше показать, ну, показывать по-другому, там, да, вот, каким-то шкафчиком, да, хотя бы. Следующий момент, тоже лучше внутрь открывать дверь. Здесь тоже мы смотрим на раковину, но тут, кстати, непонятно, какой-то узел, вот этот вот угол получается. Я бы тут, наверное, сделал бы что-то по-другому, да, перешаманил чуть-чуть, потому что мы заходим, здесь угол этот виден, ну, либо, там, угол до конца открывающийся сделать, да, ну, чтобы можно было открывать, вот сюда вот можно разместить, например, открывающийся там зеркало, да, чтобы туда-сюда открывалось, и здесь какие-то, например, парфюм, что-то, ну, какое-то такое вот место для хранения можно сделать, и тогда бы вот это было ровно, это можно было бы сделать таким, не знаю, большим интересным зеркалом, вот, поэтому, окей, с этим так. Так, что еще? Заходим, это, я так понимаю, детская, ну, вот здесь тоже, да, вот мы вот этот угол как бы вроде теряем, вполне здесь нормально этот угол, наоборот, оставить, да, и, возможно, ну, кровать куда-то в другое место переставить, например, да, может быть, она вот здесь, да, каким-то таким вот, ну, не знаю, альков, да, какой-то, да, то есть более какое-то такое углубленное, так как большое остекление, а к остеклению, наоборот, я бы сделал, ну, какие-то здесь места для тусовки, для игр, чтобы играть у окна, это лучше, ну, нежели вот это вот место, оно как-то пропадает, то есть то же самое здесь, какая-то работа должна быть, скорее всего, что вот эта вот зона, она какая-то такая игровая около окна, мне кажется, даже больше интересно, и остальные зоны я бы использовал, ну, наверное, там, как учебное место, в принципе, это нормально, но вот спальню, я думаю, все-таки другое место как-то расположить, ну, хотя, опять же, тут дело, как бы, по желанию, но мне не нравится вот именно кровать, что она расположена вот так, сюда вот, как бы, подойти смысла нет, вот это место пропадает, ну, и как-то непонятно, да, наверное, тут будут еще шторы где-то, то есть тогда это тоже надо указывать, непонятно, как вы вот эти стены стыкуете с вот этим остеклением, да, то есть вот тут будут вопросы сразу, то есть как они стыкуются, тоже непонятно, то есть насколько это будет там качественно, красиво, правильно сделано, это тоже вопрос возникает, это нужно все, как бы, на стадии проекта, естественно, обсуждать. Что еще? Дальше мы заходим, здесь, в общем-то, хорошо, ну вот одно кресло, ну тоже человека два здесь, да, будет, а кресло одно, как-то неуютно, не прикольно, сюда нормально влазит какой-нибудь, не знаю, там, набор, не знаю, там, вина, бокальчик, да, можно поставить что-то, и два кресла сделать, конечно же, со столиком, здесь вот прикольно сидеть, наблюдать, там, закат, восход, что там у вас будет, ну, что-нибудь прикольное, да, телевизор, кстати, тоже, если нужно. Ну вот примерно так, также здесь гардероб, я так понимаю, общий, и здесь, ну, зона, наверное, это гостевая, да, какая-то, ну, прикольно. В целом у вас очень, да, интересная планировка, но с ней нужно точно работать, то есть, чтобы эту квартиру сделать очень прям качественно, ее можно сделать прям очень качественно, прикольно, интересно, там, нужно, там, постараться поработать, и тогда будет все здорово. Я вот не знаю, вы видели, не видели, сейчас я, наверное, покажу все-таки квартиру, да, которую можно посмотреть, она находится на нашем сайте, можете зайти сюда, проекты, и вот она, да, то есть, здесь примерно такой же смысл, да, что вот у нас мы заходим, и, ну, вот там по потолку идут какие-то интересные решения, в данном случае, в данном случае волна идет по потолку, она идет полностью, вот какие-то вот такие вот барные конструкции, да, тут не такое, естественно, панорамное остекление, но смысл такой, что мы какую-то одну идею распространяем на абсолютно весь интерьер, вот, допустим, линия, да, и какая-то линия тоже, она, ну, вот, приходит по полу, то есть, все оно как бы обволакивает какой-то общей идеей. Естественно, не обязательно так делают, как тут, там, условно, безумно, да, можно так показаться, но, что здесь классно, здесь классно, что мы заходим, и у нас есть какие-то единые решения, так или иначе, да, которые перетекают и смотрятся по всей квартире, по всем комнатам, они достаточно гармоничны, к примеру, вот эта вот центральная часть, она как бы тоже сверху свисает, дальше она идет на кухню, и она же идет на зону основную, и получается, что вот даже вот какие-то вот такие вот решения интересные, то есть, это из гипса можно сделать, да, то есть, такие конструкции, и у нас вот такие вот везде интересные решения, такие полукруглые, то есть, с одной стороны, эркеры, какая-то структурная история, да, с другой стороны, получается, какая-то конструкция, да, не обязательно, там, такая, подпотолочная, это может быть по полу, это может быть какие-то решения, переходящие в стены, из стен в другие зоны, чтобы не было, знаете, как вот, ну, как у вас там на изображении получается, что, ну, допустим, да, вот, там, кровать как-то стоит и стоит, То есть она должна как-то вписываться вот именно в это пространство, тогда будет здорово, качественно, интересно, и тогда в этом проекте напишут, расскажут, да, он будет как бы интересный, прикольный, правильный, да, вот какие-то вот такие вот каплевидные формы. В принципе, это все не так дорого, да, то есть можно найти либо аналоги, либо самостоятельно что-то сделать, к примеру, вот эту плитку мы ее, ну, там, практически самостоятельно делали, да, светильники заказывали. То есть какие-то вещи можно заказать, да, чуть более дорогие, но это будет стоить того, какие-то сделать чуть подешевле. То есть самое главное, если такие элементы появляются, какие-то закругленные, их можно применять в санузле, то есть не обязательно санузел делать вот такой квадратный, как у вас везде. Я за то, чтобы может быть, в том числе и здесь, это будет немножко посложнее по стыкам каким-то сделать, но это же не просто так сделано, то есть какие-то идеи, они тоже на какие-то даже квадратные формы, они дополнительно могут быть использованы, ну и вот такие вот интересные темы, интересные идеи. Я бы рекомендовал еще на стадии планировки подумать, как можно использовать какие-то более сложные формы, у вас тут архитектура подсказывает, что так можно сделать, для того, чтобы задать какие-то вот такие вот интересные эффекты, которые будут украшением вашего интерьера. Ну, в принципе, тогда и все. Пока я желаю вам удачи в воплощении такого пространства. В целом, я бы, наверное, хотел бы с ним тоже поработать. Если у вас есть время, деньги, желание, то пишите мне, мы сможем с вами проконсультироваться и сделать вам либо идею, либо визуализацию, либо полностью дизайн-проект, который вы сможете воплотить с нашей помощью. Мы сейчас работаем в том числе и зарубежным рынком, и удаленно. Желаю вам удачи, успехов. Надеюсь, это видео понравилось. Если есть какие-то вопросы, либо рекомендации, если вы дизайнер, либо клиент, то пишите. Будет интересно послушать в том числе какую-то обратную связь на то, что я сейчас рассказал, насколько это подходит, насколько вы можете это применить в жизни. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов. Если хотите научиться делать планировки, если хотите самостоятельно быть дизайнером, либо уметь контролировать дизайнер, приходите к нам на курс по дизайну, на котором я учу вас персонально, последовательно в течение 6 месяцев, как вы сможете стать дизайнером и разрабатывать такие темы самостоятельно. До встречи!